4 июля в зале заседания городской администрации состоялась конференция местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Главная цель – путем тайного голосования выдвинуть кандидата от партии на должность мэра Вышнего Волочка для участия в выборах 8 сентября 2013 года. Работу конференции открыл секретарь местного отделения политической партии «Единая Россия» Павел Шерстюк, озвучив собравшимся повестку конференции и ее регламент. Затем члены партии избрали мандатную и счетную комиссии. Говоря о предстоящих выборах, Павел Дементьевич рассказал о текущем положении дел городского хозяйства и заострил внимание членов партии на положительные изменения в Вышнем Волочке, произошедшие при нынешнем главе города Алексея Пантюшкина. Когда пришел он первый раз в декабре месяце, конечно, состояние было ужасное и плачевное. Ну вот мы проводили 29 числа день города. Вы видели, сколько замечательных мероприятий, сколько полезных дел было проведено в городе. Люди довольны. Открыта детская площадка, шикарная детская площадка в сквере в Венециановском. Открыт новый детский сад. Я присутствовал на открытии. Это что-то необычное, конечно, на 110 мест. Здесь практически в городе решена проблема у нас с местами в детских садиках. Единственное осталось вопрос, что мой ребенок, я живу в районе Горка, а в садик ходит в центре. Вот это проблема. Или я живу в центре, а он ходит в садик куда-то на авангарде. Ну это, понимаете, самое главное, что есть места. Озвучивая задачи предуборной кампании, секретарь местных единороссов подробно остановился на уже проведенных мероприятиях. В том числе и праймерисе, победу в котором, благодаря своей программе по развитию города, одержал Алексей Пантюшкин. Предлагаю на основании пункта устава 14.652 внести в бюллетень для тайного голосования по выдвижению кандидата на должность мэра города следующие кандидатуры. Это те же кандидатуры, которые были у нас на праймерис. Пантюшкина Алексея Борисовича и Синькова Александра Олеговича. По итогам тайного голосования абсолютным большинством была избрана кандидатура Алексея Борисовича Пантюшкина, члена партии «Единая Россия», мэра города Вышний Волочок. Счетная комиссия довела результаты внутрипартийного голосования. Число действительных бюллетеней 49. Значит, комиссия подсчитала. Пантюшкин Алексей Борисович 49 за Синьков Александр Олегович 0. Проект предвыборной кампании и результаты голосования будут отправлены на утверждение в региональное отделение партии «Единая Россия». В этот же день тайным голосованием на заседании политического совета состоялось выдвижение кандидатов-депутатов в городскую думу по 10-му одномандатному округу. Презультатом тайного голосования 17 голосов из 18 набрал Сергей Константинович Коновалов, директор ООО «Профит». Партийная конференция прошла успешно. Основной вопрос был выдвижение кандидата от партии «Единая Россия» местного отделения кандидатом в мэры города Вышнего Волочка. Победу одержал Алексей Борисович Пантюшкин. За него проголосовало 100% делегатов конференции. Я считаю, что вопросы конференции все поставленные решила положительно. И сегодня наше партийное объединение готово к проведению избирательной кампании. Кроме того, после конференции у нас состоялось заседание политического совета, на котором мы определили также кандидатуру по 10-му одномандатному округу. Я считаю, что политический совет задачу свою выполнил. И на сегодняшний день мы от партии «Единая Россия» выдвигаем в мэры города кандидатом Алексея Борисовича Пантюшкина, а по 10-му одномандатному округу Коновалова Сергея Константиновича. Со дня выдвижения кандидатов начинается агитационный период, который завершится за сутки до единого дня голосования, 8 сентября 2013 года. «Счастье в тебе» под таким названием «Вышневолочки» открылась выставка творческих работ Ильи Байкова. В экспозиции представлены картины и фотоработы молодого дизайнера. В чем заключается счастье? Ответ на этот философский вопрос автор выставки отобразил в своих произведениях. В эпиграфе к выставке Илья Байков написал «Все начинается с мысли, с умения видеть красоту, красивые мысли, красивые дела, прекрасный мир вокруг, все в наших руках. В его работах отражено все самое светлое и доброе, что существует в этом мире, и каждое произведение искрится счастьем». «Вот говорят, да, гоняться там за счастьем, за синей птицей, да, а ведь счастье каждого человека находится в нем самом, в его мыслях, в его чувствах, да, в его действиях, в которые мысли воплощаются в действие, то есть и человек сам творит свою жизнь. И вот хотелось это донести, потому что вот те мысли, которые в нас, они создают пространство вокруг нас, они присядивают нам определенных людей, определенные события, и в конце концов создают это счастье, да, когда человек находится в гармонии с самим собой и в гармонии с окружающим его миром». Выставка «Счастье в тебе» является первой и дебютной для автора. Произведение выполнено в стиле авторская графика. В экспозиции представлены работы, написанные начиная с 2008 года и до сегодняшнего времени. Последние из них были подготовлены к экологическому проекту. «Судя по работе в Ильи, мы, наверное, уже успели посмотреть, то можно увидеть, что у кого романтика, мечтателя и немного идеалистов. Это семья, любовь, дети, гармония в отношениях и в природе. Вот, наверное, основные темы его произведения». Илья Байков окончил Новгородский университет имени Ярослава Мудрого и по специальности он архитектор-дизайнер. Все, кто знаком с его творчеством, говорят о нем с уважением. «Его многоглавность, его разносторонность, любовь к природе, к окружающему миру, к той местности и земле, на которой он живет, дала возможность нам реализовать некоторые совместные проекты. А получилось это так, что наше управление по делам культуры и молодежи готовилась к одному из мероприятий, и вот Илья проявил свою заинтересованность и познакомил нас с такой организацией «Мир друзей». В словаре «Ожигово счастье» трактуется как чувство и состояние полного высшего удовлетворения. Все, кто посетил выставку в день открытия, остался в прекрасном настроении и добром расположении духа. Череда дождливых дней прошла, и в город вновь вернулась изнурительная жара. Как от нее спастись? На эту тему рассуждают воспитанники солнечного детского сада, в нашей рубрике «Детская площадка». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Детская площадка Детская площадка Если такая жара, можно купаться дома, сидеть иногда, когда выходные лень или каникулы, можно сидеть дома. Можно попить водичку, помахать веером, купаться, пить воду, раздеваться и шляпку одевать. Детская площадка Надо зонт, панамку, гулять босиком, еще нужно. Стать тенек, шапки одевать, одевать все панамки, кепки или шапки. Главное, нельзя без панамки ходить, будет солнечный удар. Детская площадка